А как только вы начинаете вот это все делать, у вас совсем по-другому начинает работать организм. Вы совсем по-другому контактируете с пространством. Е-мое, лечитесь пространством. Оно ожидает, когда вы к нему обратитесь, а вы не обращаетесь. Лечуешь только упаренная урина и керосин на зеленых грецких орехах. Значит, смотрите, и упаренная урина, и керосин, все это хорошо. Просто надо знать, когда их применять. Слишком часто не надо это делать, чтобы у него ни керосиновая лампа, ни, грубо говоря, не урину там пили. Все имеет свое, как бы сказать, место, значение. И не надо чрезмерно на что-то надеяться на это. Выровняли организм, он начал работать прекрасно так. Чистила кишечник. Много рад свежей и старой урины. Несколько курсов с упаренной уриной. Но это наиболее лучший очиститель для толстого кишечника. Один, вернее, из наиболее лучших. И естественных для организма. У некоторых животных кало-уделение и мочеделение сопряжены. Чистила печень на травах и масло пила с лимонным соком больше сырых. Выходили разные зеленые камни, сгустки какие-то и каловые камни. Когда кишечник чистил, пропали весульки. Осталась одна большая. Одна большая осталась, понимаете, как раз вот эти все эти полипы, которые возникли на основе того, что от запора возникла в толстом кишечнике совсем иная среда, в результате которой появилась возможность расти полипа. И полипы эти вылазят сюда на шею, подмышки и так далее. То есть это такие образования, вроде корень здесь, а цветочки здесь у них, понимаете. И как только корень мы ликвидировали, это все, значит, тоже опало. Самая большая, значит, весулька, это говорит о том, что это мама. Надо продолжать делать, допустим, кризмы с чистотелом, возможно, с эфирными маслами, вот, там, допустим, с соной, с полынью, еще там, ну, разные. Для того, чтобы ее вывести, то есть она осталась, она так сказать, как бы, может закапсулироваться и ждать своего часа, чтобы опять дать ростки. Анализы крови отличные. Ну вот, я на эту кровь вообще особо не обращаю внимания. Но рост отличная, отличная. Обычно анализы крови, знаете, вот делают так. Ну, они различные, различные бывают, да. Там холестерин меряют, сахар меряют, это одни анализы крови. А другие анализы крови, допустим, взяли капельку крови и рассматривают под микроскопом и видят, красные кровяные тельцы у вас слиплись, то есть кровь вязка. Другие анализы. У вас в крови различные паразиты, они там плавают, например, личинки листов, как драконы такие плавают, е-мое. Различные там патогенные микроорганизмы жрут эти красные кровяные. Ну, допустим, как трехомонады, кровяные тельца и так далее. То есть, а тут керосинчик на этих зеленых грецких орехах, он все это дело очищает. То есть, он прекрасно очищает кровь от разного рода заразы. Давление нормализовалось, естественно, давление нормализовалось, то есть из-за того, что человек употребляет различные травы. У него нормализовался эмоциональный фон, он ходит. Все это сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. И давление нормализуется. Вот оно, как бы сказать, средство для того, чтобы избавиться от высокого давления, нормализовать наши сосуды. И, естественно, питье талой воды. Пила горсти таблеток. Горсти таблеток, понимаете, при порочном образе жизни, они не решают ничего. Они пытаются, как бы сказать, сделать за образ жизни какую-то полезную работу. Плюс оставляют после себя кучу шлаков, которые должны выводиться печенью, должны выводиться почками. Сейчас одно, так как был рак щитовидной железы, ее убрали. То есть щитовидная железа, как правило, сдает первое во время запоров. Чем длительнее у вас запоры, тем интенсивнее она работает, пытаясь и кровь очищать, пытаясь нормализовать работу организма. Но вы постоянно в кровь из толстого кишечника бросаете все новые-новые шлаки. И она, бедняга, перенапрягается, начинает расти, сдается, понимаете. То есть, почему она увеличивается? Это потому, что она гипертрофируется из-за того, что все надо больше и больше работы выполнять из-за грязной крови, которая идет из толстого кишечника. Нормализовали работу толстого кишечника, убрали запоры, и она приходит в порядок. Раз это не сделали, значит, и убрали, остальное оставили. Я думаю, да, сейчас все пойдет. Нифига. Сейчас думаю, как мне мешает эта таблетка. Не могу керосину, урину пить. Ну, не знаю я. Тут не буду комментировать. Это, наверное, какие-то то ли гормоны щитовидной железы, то еще что-нибудь такое. Ладно. Сейчас у меня голова на иную настольную. Поэтому тмин и гвоздику, это для меня очень здорово. Просто тмин. Далее пойдет только гвоздика. То есть чередуем. Все не надо смешивать. Все было бы прекрасно, но так бывает только в сказке. Шлаки у меня с кожи уже 12 лет выходят. Меня это удручает. То есть, то есть, то есть, шлаки у меня с кожи уже 12 лет выходят. То есть, я не знаю. Да, 60 лет. 66 лет вспомним. 12 лет то идет только оздоровление. Значит, до этого были запоры, которые настолько переполнили организм шлаками, понимаете, что они вот столько выходят. Здесь можно, конечно, было и применить и голодание, чтобы больше, побыстрее расшлаковка. А в данном случае, в данном случае, чтобы шлаки быстро и выходили, там, допустим, и парна применяется, это хорошо. Очень хорошо подойдет испанский плащ. Как его делать? Смотрите мою библиотеку. Там все подробно описано. Вот, он-то потянет из кожи все эти шлаки, вообще из организма, и прекрасно влияет на кожу. Плюс питье талой воды также будет быстрее выводить и растворять всю эту ерунду. Меня это удручает. Лицо из уродована, все время деру его. Не надо... Да. А почему лицо из уродована? Да потому что шлаки, в основном, слизистые, они идут наверх и идут через легкие бронхи и носоглотку вот здесь вот. Поэтому лицо из уродована. Значит, больше делайте вот этого испанского плаща, который я вам подсказал. Пойдет расшлаковка мощная через кожу, делайте его буквально-таки через день. В течение целого месяца. И увидите, что из вас там выходит и как у вас нормализуется кожа. Читала вашу литературу, наверное, паразиты клеивают их или моя психика, или прежние запоры. Мы думаем, что мы быстро освобождаемся от шлака. Все-таки этот процесс бывает в некоторых случаях растянут. То есть, когда человек, знаете, применяет мощные какие-то средства очищающие, ну, например, голодание только, раз там такой хороший срок, где-то суток по 20. Раза 3-4. Вот он увидит, насколько быстро все это выходит и насколько быстро меняется состояние кожи. Психика – корень моих заболеваний. Радуйтесь, радуйтесь. Что касается психики, опять-таки, залазьте на мой сайт, читайте, как эта психика построена, как она работает, что у вас портит и как с ним работать. Понимаете, есть проблема, есть решение. В моих книгах. Вперед. Трудно поддается. Трудно поддается. Улучшение есть. Нужно дышать. Но пока начала и не пошло. Это мой огромный минус. Ничего страшного. Ничего страшного. С мало по малу. Мало по малу. Я, например, начал дышать. Дыхание очищающее полевую форму жизни. Я примерно начал дышать каждый день. Два раза в день. Три раза в день. Буквально-таки с двух, с трех, с пяти минут. И довел где-то часов до двух. И потом я вижу, ничего у меня нет. Я тогда остановился. Излитка так смотрю, пробую, что там у меня есть. Стараюсь. Старайтесь. Старайтесь. Пока, оздоравливаясь, переломы были двух тазобедренных и плеча. Оздоравливаясь. Был привод двух тазобедренных и плечо. То есть вот как раз тазобедренные суставы были переполнены. А смотрите, тазобедренные суставы, они как раз лежат у нас в области толстого, ну грубо говоря, близки к толстому кишечнику. И здесь на выпады из толстого кишечника, все это в первую очередь зашлаковывают органы малого таза и таза вообще. Поэтому вот эти вот суставы страдают чаще всего. Сейчас все дает о себе знать. Эти врачи там что-то нарушили, болит рука. А они вытащили металл и колени проблемы болят. Я делаю керосин, компрессы и ходьба. Полтора или два часа только вечером, утром делала контрастный душ много лет. У риновые носочки, упаренное лицо, компрессор, упаренное урино, сейчас талая вода, крем для глаз и лицо делало само. Вот видите, не знаю, что там произошло. То ли были вставлены штыри, то ли еще что-то. То есть когда что-то вставлено инородное, организм реагирует уже на естественное оздоровление совершенно иначе. И его уже восстановить гораздо труднее, нежели до того. Уриновые носочки, все это хорошо, 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 хорошо. Но отставьте сейчас вот эту всю урину. Вы ее уже достаточно сделали. Теперь, теперь обратите внимание на компрессы. Вернее, на испанский плащ, обертывание, значит, мокрой ледяной простыней, которая будет вызывать очищение. И плюс особое внимание на траволечение. Больше трав, больше делайте травяные чаи по караваеву для того, чтобы снабдить свой организм всеми различными микроэлементами, которые, грубо говоря, не достают вашего организма. Продолжение следует...